Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о борьбе с хамами и истории скорой помощи. На дороге есть свои негласные правила. Они касаются не только помощи кому-то в сложной ситуации, но и просто отношения участников движения к определенному виду автомобилей. Нет, речь не идет о черных седанах с мигалками, в которых сидит ну очень торопливый слуга народа. Речь идет об автомобилях экстренных служб. Во всем мире к ним относятся как к священным существам, и не только из-за боязни огромного штрафа. Каждый культурный человек понимает, что речь идет о чьей-нибудь жизни, будь то скорая или пожарная служба. В интернете куча роликов, где водители молниеносно уступают дорогу карете скорой помощи, едва ее завидев. Даже стоя в огромной пробке, они умудряются это делать, несмотря ни на что. В России, вроде как, тоже начали проявляться зачатки культуры, и специальные автомобили начали пропускать. Но осталась одна прослойка очень мерзких людей, которые считают, что если это не к ним, то можно и не пустить. За последнее время конфликтов со скорой стало очень много. Хамы за рулем чувствуют свою безнаказанность и не дают проехать карете во двор, не пускают на поворот. В результате несколько человек, не дождавшись помощи, умерли. Теперь уже даже министр здравоохранения сказала, что пора принимать меры. Законный проект, который планируется внести в Госдуму, предусматривает особый вид наказания для плохо воспитанных граждан. Их поведение будет приравнено к езде в пьяном виде. Что это значит? Все очень просто. Не пропустил врачей, получи штраф в 30 тысяч и походи пешком пару лет. Строго? Безусловно. Но человеческая жизнь важнее амбиций того, кого в детстве не научили хорошим манерам. Кстати, первые кареты скорой помощи в России появились в 1897 году в Варшаве. Да, Польша тогда была частью Российской империи. А вообще, история такого вида транспорта начинается в 1881. Тогда в Вене сгорел театр комической оперы, и сотни людей погибли, не дождавшись оперативной помощи. Уже на следующий день после этого события в столице Австрии возродилось то, что мы считаем скорой медицинской помощью. Понятно, что тогда это были кареты. Настоящие кареты. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин.